Сейчас, по оценкам Российской Академии Народного Хозяйства, в нашей стране около 17 миллионов человек самозанятых. Практически каждый четвертый работающий человек. Это водители, репетиторы, воспитатели и так далее. По закону, граждане, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников, должны перечислять государству 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами. На первоначальном этапе таких самозанятых освобождают от контроля со стороны проверяющих органов. Экспериментальный налоговый режим сейчас проходит обкатку в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Однако есть случаи, когда предприятия нанимают сотрудников как самозанятых для экономии на налогах. Поэтому Минфин вышел с инициативой зафиксировать список профессий, попадающих под особый режим налогообложения. Скептики полагают, что реализовать эту инициативу, не допустив ухода самозанятых в тень, будет трудно. Я, честно говоря, ничего, кроме желания каким-то образом пополнять бюджет за счет того, чтобы увеличивать и увеличивать нагрузку на тех людей, которые пытаются выскочить из-под этой нагрузки, не вижу. И, на мой взгляд, эта зона достаточно трудно регулируемая и контролируемая. Это нужно создать очень мощную такую службу, которая будет отслеживать объявления на Авито, да, то есть все там где-то там внедрять своих осведомителей. Люди подрабатывают многие, нет хорошей жизни. О проблеме вывода работающих из тени говорится уже несколько лет. Проблема в том, что государство ежегодно перечисляет за безработных в фонд ОМС порядка 50 миллиардов рублей. По данным общественной палаты России, потери бюджета всех уровней из-за теневой экономической занятости население ежегодно составляет более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Тут есть такой нюанс, да, можно понимать, кто занимается, например, репетиторством, либо там фотографированием и так далее. Зачастую это люди, у которых есть еще основная работа. Работа учителя, преподавателя. Между тем, новый налоговый режим для самозанятых, вероятнее всего, будет введен уже до конца года. Председатель Верхней Палаты Российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что считает опыты четырех регионов успешным и предложила распространить его на все российские субъекты.